Иманбек Зайкенов Это человек, который Грэмми получил в этом году! Да, ребята! Да! В номинации «Лучший ремикс года» на песню «Сейн Джон Роузерс» Чтобы вы поняли, кто такой Иманбек, вы сейчас офигеете! Вы эту песню слышите каждый день из каждого утюга! Включите просто! Послушайте просто! Гай! Красавчик! Можно до конца камеди ее оставить, а? Я обожаю тебя Харлашкины танцы! Выдохся до следующего выпуска еще! Слушай, ты просто красавец! Эти аплодисменты тебе! Спасибо, Паша! Просто умница! Умница! Ну давайте я добавлю еще информации! Трек стал 7 раз платиновым по всему миру И один раз бриллиантовым Набрал более 1 миллиарда прослушиваний в Spotify И обогнал легендарную песню «Деспасита» Видео под этот ремикс набрали в сумме больше 1 миллиарда просмотров! Поняли какой? Я уверен, сейчас все казаки, которые нас смотрят, немножко выпрямились тоже тут Иман Бек единственный человек в СНГ, который получил Грэмми в номинации «Лучший ремикс года» Единственный! Спасибо всем, спасибо! Кстати, не 7, а 67 платин! А? Не 7, а 67 платин! Ну все, успокойтесь! Нормально, мы специально чуть подрезали, чтобы ты сразу не звездился Ты работал железнодорожником, а потом раз и Грэмми Как так случилось? Что это случилось? Что с тобой произошло? Как ты? Расскажи, где ты работал на железной дороге так, что в итоге Грэмми прилетело тебе? Что ты ударился где-то или что-то? Поезд моих ехал? Мы просто пьем кумыс Что-что? Кумыс пьем просто Вы пьете кумыс? Казахи, ну да И вот так работает это, да? Да мне тоже из Баскартостана передают кумыс все время, но ничего лучше, чем «Все будет офигенно!» я не написал А я пью кефир, я вообще нифига не написал Как это работает? Объясни Железнодорожник, что ты делаешь там? То есть, я имею в виду, ты что делаешь конкретно там? Когда приезжает поезд, я закрепляю его башмаком То есть ты вот парень, который вставляет вот эту железную хрень под поезд, да? Башмак Закрепляет И вот который потом стучит по ней Чуть-чуть по-другому это Закрепляет поезд правильно Ладно, окей, терминология Ты бы не хотел вставлять поезду, мы поняли, окей Хорошо, приехал поезд Подожди, ты стучишь по этой штуке? Нет А кто? Это делают вагонники Братан, прости, попутал Все нормально, братан То есть ты башмак, а не вагонники, и это разные как бы люди? Я сигналист Май Ты сигналист, но ставишь башмак, да? Да Когда ты начал заниматься музыкой вообще? Три года назад Три года назад ты начал заниматься музыкой? Да Охренеть! Да кто ты такой? Вообще Визынчик Просто красавчик, а? В какой момент ты вот это случил? Ты башмак подкладываешь под поезд Ты вот в этой вот желтой штуке Там Вечно, каждый день у тебя Кумыс Вот это, жара Казахстан Башмак Постоянно еще эти друзья, которые Пойдем, хапанем с нами Давай, давай Ты что-то там, давайте там, что-то парик вышел, потный И фига ты В какой-то момент В какой-то момент Иманбек Иманбек А? Вам там Грэмми привезли Что? Что? Грэмми Грэмми Я на работе Потом Подожди, Грэмми, башмак, блин, поставлю, блин Да поезд уедет, фиг знает куда, блин Как? Где? Когда? В какой момент? Как случилось? Вообще, когда я написал «Розос», я не работал на «Железной дороге» и еще А когда я номинировался на Грэмми, я уже не работал на «Железной дороге» То есть «Железная дорога» А, это случилось? Так сильно не относится к этой истории Такая, «Железная дорога мелькнула в твоей жизни», да? Все верно, именно так, да Блин, ну это круто, чувак Но это все равно, что, не знаю, вот между камеди и, не знаю, что еще делаю? Еда Между камеди и еду Между камеди и приемом пищи я вдруг в фигах получил Оскар Причем мимоходом так, да, и что-то И я как бы спокоен Ты спокоен? Ты вообще такой спокоен? Как ты можешь быть спокоен? Кстати, за последние несколько месяцев выпустил трек и клип с «Маршмеллоу» С Ашером И трек с британской певицей Ритой Ора И диджеем Дэвидом Гетто А слова к этим всему написал Эд Широм, блин Да, все правильно Чувак, ты кто? Я казах Я казах Ты не казах Ты казахская золушка, блин Жди принца Подожди, ты работал на железной дороге в казахском городе Аксу, правильно? Да Потом записал суперкид, получил грейми, у тебя миллиарды просмотров Три года занимаешься музыкой Ага У тебя Лада Приора Да Нет, подожди, у тебя реально Лада Приора есть? Ну да А что ты делаешь с ней? Я зарядил ее громким автозвуком А, ты автозвук поставил в Ладу? То есть типа остальное работает идеально, да? Летит, ласточка Из-за автозвука не слышно никакие стуки больше зато А как вы в Захстане отреагировали на то, что грейми получил? Стали глаза у всех шире? Ну погодите, а вот в аэропорту ты прилетел, ты вообще летал за грейми? Нет То есть Подожди, а где грейми? Церемония награждения проходила в онлайн формате Я прилетел в Москву, мы выходили в прямой эфир с офиса моего лейбла, эффектив рекордс У тебя уже и лейбл появился? Не мой, но лейбл, в котором я состою точнее, вот так правильно, да Ну в твой будущий, так До этого момента сколько раз летал? За границу или куда? Это был первый раз Ты первый раз на самолете полетел? Нет, на самолете я летал, на заграницу первый раз И сразу за грейми Ты на самолете по Казахстану летал? Ну, представьте Да кто ты такой? Просто чудеса какие-то Человек полетел первый раз в Москву за грейми Так, слушай, кто тебя поздравлял? Президент Казахстана поздравлял тебя? Звонил тебе? Возможно, я просто трубку не брал Ты кто такой? Я спал Я только двух человек знаю, которым звонил президент Казахстана И он трубку не брал Это кто? Ну-ка Это кто? Он и Путин, все, два человека Кстати, у обоих по документам Лада Приора Красавчик А где грейми? Можешь показать грейми? Он едет или летит сейчас в Москву То есть нет грейми у тебя еще? Ну-у-у Стой! А может быть ты все звездишь? А? Болели Смотри, грейми нету Грейми нету Просто что-то несет, чувак Реально Я получил грейми Просто хотел на камеде попасть ему охрана Ты кто? Я Иман Беков О, блин, похож, давай Да, давай Я знаю этих казахских железнодорожников Тебе там внизу паровоз пустили, да? И ты, вот у меня, говорят Черы-керы-керы-керы-керы-керы-керы-керы И тут уже Грэми, кстати, привезут в Москву Да, я не знаю, когда они отправят Ну, если не ошибаюсь, они уже отправили это Специальным грузом, типа, сюда Прости, пожалуйста, один вопрос У меня лично Да, слушаю А у тебя вообще есть мечта? Знаете Сейчас скажут, я хочу получить золотой граммофон Что можно хотеть? Ну, после грэми, если ты занимаешься музыкой Лучший грэми может быть только два грэми О Да Красавчик Будем стремиться получить еще несколько А знаешь, отчего кайфово? Сколько тебе лет, кстати? Двадцать Да Да кто ты такой? Вот смотри, тебе двадцать лет Ты работал железнодорожником Ты три года назад начал заниматься музыкой Ты получил грэми И ты сидишь здесь, такой хороший, такой скромный Просто твоим родителям аплодисменты Аплодисменты Спасибо, спасибо большое Браво Не, ну круто, правда Просто опять Оставайся таким же, вот таким же, какой ты есть Спасибо Не выеживайся потом Вопрос времени Дамы и господа У нас в гостях в двадцать лет Офигенный парень Обладатель грэми Иман Бэк У нас в гостях российский лыжник Обладатель олимпийского серебра и бронзы Обладатель четырех серебряных медалей Предыдущего чемпионата мира Чемпион мира 2021 года по скейтлону Александр Большунов Ееееееееееее Какой человек у нас в гостях, а? Подождите, это еще не все Александр первый, единственный российский лыжник Который стал чемпионом общего зачета Кубка мира Он рекордсмен сборной России по числу личных побед И призовых мест на этапах Кубка мира По лыжным гонкам Клад Мощь И вы прикиньте, это тоже не все Да ладно Нет, в сезоне 2021 года Большунов выигрывает свой второй большой хрустальный глобус Подряд выиграл престижную многодневку на тур дески Стал чемпионом мира Помимо этого на турнире в Октоберсдорфе Есть, оказывается, такой город Оберсдорф 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 Помимо этого на турнире в Оберсдорфе Спортсмен стал серебряным призером в эстафете И бронзовым в командном спринте Да кто ты такой вообще, а, ребята Я вспотел, просто читая это все При этом Александру всего 24 года Александр, я люблю тебя, Лейсан А сейчас вообще пушка, смотрите Александр уверен, что все еще проигрывает норвежцам в некоторых аспектах И даже готов потратить все, что заработал, чтобы стать лучше Саша, остановись Тебя уже и так возьмут в Госдуму Все нормально Как это, как это Что значит, готов потратить все, чтобы стать лучше Все, что заработал, ты хочешь потратить, чтобы тебе пририсовали ним? Все на влагу проще Я хочу все-таки то, что заработал Призовые вот эти, которые за весь сезон А сколько? Ну, если все-таки посчитать То там сто Сто двадцать где-то Сто двадцать чего? Тенге Тысяч рублей Сто двадцать тысяч рублей? Ты все это делал за сто двадцать тысяч? Нет, ну, послушай Подожди, вот это все, что я читал Сто двадцать тысяч, но это серьезно? Я сейчас читал, кто ты? Если бы я заработал сто двадцать тысяч рублей Я тоже бы сказал, блин, можно потратить все, чтобы как-то это Сто двадцать тысяч рублей, правда? Сто двадцать тысяч евро, которые я хочу Ты хочешь потратить? Сто двадцать тысяч евро? Верно Куда ты собираешься вложить эти деньги, чтобы стать лучше? Я хочу приобрести трэдбанк, который... Что приобрести? Трэдбанк Трэдбанк? Трэдбанк это большая беговая дорожка Только там, может, и на лыж-роллерах То есть ставить технику, оттачивать все элементы, которые будешь потом использовать на лыжне и показывать результаты Я остался, стой, подожди Ты скажи, ты чемпион всего вообще по лыжам в мире У тебя нет этого, как его, гребаного Редвана, как ты его называешь? Трэдбанк А почему тебе его не купят просто? Ты же выступаешь за Россию Кто ответственный по лыжным гонкам? Фамилия? Игнатов Есть федерация лыж какая-то? Есть федерация лыжа Пойдем, скажем Если нас смотрят там в комитете спорта или где-то там в министерстве или в чем-то Например, Игнатов Игнатов Купите трэдбанк человеку Да, под общие аплодисменты зала мы всей Москвой просим чемпиону Купите гребаный трэдбанк или что-то человек тренироваться хочет Слушай, а сейчас ты как до стрэдбанка тренируешься? Ты просто масло оливковое, наверное, на... И поехать Как? Как это еще происходит? Ну как тренируемся? Обычно летом кросс, роллеры, имитация А, ты вот эти вот парни, которые на роликах ездят с пределами... Да, все верно По парку, который мне кататься не дает В сторону лыжню Я думаю, ребята, июль Июль, какую лыжню тебе? Подожди, а там прозвучало слово имитация? Имитация лыжного хода А, я поэтому развелся с этим У меня тоже летом имитация вечно Лыжного хода? Лыжного хода, да Так купи себе трэдбан Блин, мне нужен трэдбан Игнатов Два трэдбана Два Где ты, Игнатов? Нужно нам Ты как раз будешь оттачивать лыжи, а ты просто его дома оттрэдбанишь вечером и спать А, трэдбан, я Мы едем в Октоберсдорф Оберсдорф Как-как? Оберсдорф Я, боль Я, я Кстати, ты несколько часов назад выиграл гонку в Скиатлоне Это верно? Сегодня Да, все верно, чемпионат России И вот он уже здесь Серьезно? Если бы я выиграл какую-то гонку, я сейчас бы просто там, жрал бы снег еще, продолжал бы Не, подожди, я не понимаю, как это так в легкую? То есть перед каменью А зайду-ка я на этот чемпионат О, фига, блин Давай, на каменье спешу На самом деле пришлось сегодня ускоряться, потому что Ты тоже ускорился, да? Пришлось ускориться, что самолеты как бы... Ты, блин, как ты делаешь это все без Трахбана или кто он? Как он называется? Что тебе нужно? А если тебе этот Трахербан купят? Что? Это же просто будут люди Старт и горящая жопа Ушла вперед куда-то Как он называется? Трэдбан Что это? Я так и не понял, честно Беговая дорожка только большого размера Три на пять метров Беговая дорожка три на пять метров То есть вот как ваша сцена Вот такую беговую дорожку ты хочешь? Отменяем Трэдбан, он долбанулся совсем Зачем такие вещи людям? С ума сошел, все Если ты выиграл все и вся Нафига тебе Трэдбан? Зачем? Ты не так сидишь? Слушай, если бы я все добился Я бы не думал, как мне дальше развиваться Ты по пути в камеди выиграл что-то там у кого-то У каких-то людей, которые годами тренируются Ты без Трэдбана, блин, выиграл За тобой через час приехали люди Сердца повыплевывали Ты пришел как почтальон Печкин Это почему я такой злой был? У меня Трэдбана не было Да, сто процентов Мы тебя поздравляем со всеми твоими победами Ты такой крутой Мы даже не можем себе представить, насколько Купить за Трэдбан человеку Классный, классный, браво, браво Будем болеться со всей страной Это Володя Яковлев Здравствуйте, демон Это тоже он, но 30 лет назад Заткнись, демон Эй, милиция! Я знаю, кто убил Кеннеди Кеннеди грохнул за дрища Американ бой, Американ джой М-м-м, это тема Я не уверен, что эти грибы можно есть Добрый день Смотри, как молодой полковник Яковлев спасал страну в 90-е Милиционер с Рублевки С понедельника по четверг В 9 вечера на ТНТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова